Настройки панелей меню, цветовой гаммы и горячих клавиш. Для того, чтобы настроить панели инструментов, можно воспользоваться щелчком правой кнопки мышки и из контекстного меню выбрать команду Customize. После чего откроется панель, которая называется Customize User Interface. Она состоит из нескольких вкладок, первая из которых называется Клавиатура. И здесь можно отследить и установить горячие клавиши на все команды в 3ds Max. Например, или также можно узнать, какая горячая клавиша назначена на ту или иную команду. Например, возьмем клавишу Q и увидим, что эта клавиша назначена команде, которая называется Smart Select, то есть выбор. Или воспользуемся комбинацией клавиш Alt-Q и увидим, что эта команда Isolate Selection. Для того, чтобы перемещаться по этим командам, можно воспользоваться быстрым поиском, набрав, например, Isolate кнопочку. И будет выделено первое по алфавиту слово, которое начинается из букв, которые вы набрали. Например, мы хотим назначить горячую клавишу команде Isolate Selection Toggle. Пусть это будет горячая клавиша Alt-Shift-Q. Если эта клавиша нигде не используется, снизу будет написано Not Assigned, то есть не используется. Для того, чтобы назначить этой команде комбинацию, нажимаем кнопочку Assign. Рядом с командой появится комбинация клавиш, которую мы с вами задали. Давайте посмотрим, будет ли работать данная комбинация клавиш, для чего мы с вами создадим несколько каких-то элементов. И перейдем в режим изоляции этих элементов. Для чего выберем один из этих элементов и нажмем комбинацию Alt-Q. Остальные элементы пропали. То есть изоляция позволяет изолировать выделенный объект, для того, чтобы с ним отдельно поработать. Для того, чтобы выйти из режима изоляции, мы с вами установили комбинацию клавиш Alt-Shift-Q. Проверяем Alt-Shift и Q. Да, данная команда теперь работает. До того, как мы назначили, она бы не сработала. Вернемся на диалоговую панель настроек пользовательского интерфейса. Во вкладку настроек горячих клавиш. И давайте уберем данную комбинацию клавиш из этой команды. Для чего нажмем кнопочку Remove. Попытаемся провести все те же операции. Нажмем Alt-Q для изолирования. После этого попытаемся нажать Alt-Shift-Q. Ничего не происходит. То есть единственным вариантом выхода из режима изоляции в данном случае будет нажатие на кнопку вот снизу. Isolate Selection Table. Мы научились устанавливать горячие клавиши. Перейдем во следующую вкладку управлению мышью. Здесь есть категория навигации. Но нас интересует в первую очередь в данной вкладке, наверное, следующий элемент, который называется шаг масштабирования колесиком мышки. И в данном случае у меня интерфейс 3D Max настроен на сантиметры. Шаг масштабирования это один сантиметр. В некоторых случаях это очень большой шаг. И во время масштабирования, может быть, объекты будут очень сильно дергаться. Поэтому этот шаг можно уменьшить. Ну, будет, может быть, не очень хорошо. Поэтому можно поиграться данным параметром для установки нужного вам шага во время увеличения колесиком мышки. Следующая вкладка называется Toolbars. Она позволяет создавать, ну, или редактировать команды на панелях инструментов. Ну, сейчас мы с вами наблюдаем. Вот если вы правой кнопкой щелкните, вот здесь написаны те элементы интерфейса, представленные которые есть здесь. То есть Command Panel с правой части. Вот это вот Time Slider. Это, кстати говоря, вот снизу строка, которая, в принципе, тоже не особо нужна во время моделирования. И основная панель, она так и называется, основной панелью Main Toolbar. На основной панели у нас выведена масса элементов, которые в повседневном использовании чаще всего будут востребованы. Но в некоторых случаях необходимо будет создать свою инструментальную панель. Для чего мы нажмем кнопочку New. Напишем, моя панелька. И нажмем кнопочку OK. Значит, вот инструментальная панель с ее вкладкой. И допустим, что нам там будет необходимо. Ну, начнем делать такую же панель, потому что нам понадобятся команды Отмены. Undo-scen-operation. И команда Возврата. Redo-scen-operation. Допустим, нам понадобится команда Перемещения. Select and Move. Команда Вращения. Команда Масштабирования. Ну, и другие элементы, которые могут, в общем-то, понадобиться, могут быть достаточно специфичны, в зависимости от ваших нуб, что во время работы с данным приложением. Значит, теперь мы, в принципе, можем, если все инструменты, которыми мы пользуемся, расположены на этой панели, отключить панель Main Toolbar. И вместо нее установить созданную нами с вами только что инструментальную панель и пользоваться ей. Здесь у нас с вами. Вот она оказалась аж здесь. Если мы с вами нажимаем правую кнопку на панели, здесь есть возможность указать ее расположение. Есть четыре варианта. Вид сверху, вернее, не вид сверху, а пристыковать док панель в верхней части, пристыковать панель bottom в нижней части, пристыковать панель с левой части, ну или, соответственно, пристыковать панель с правой части. Активируем обратно Main Toolbar. Вот. То есть, таким образом, мы можем устанавливать место расположения панели. Панели float это означает плавающий вариант, когда эта инструментальная панель находится в режиме свободного перемещения и не пристыкована ни к одной из сторон. Не пристыкована ни к одной из сторон. Таким образом, мы научились создавать панели и устанавливать туда нужные значки. Каким же образом удалять ненужные значки из инструментальных панелей? Значит, мы можем просто нажать правой кнопкой на ненужную значок или команду и выбрать кнопку Delete Button для того, чтобы удалить ненужный элемент. Следующий пункт меню называется Quads. Он позволяет редактировать квадратичное меню. Квадратичное – это контекстное меню. В 3ds Max контекстное меню называется квадратичным, потому что в зависимости от того, какую комбинацию с контекстным меню мы используем, мы получаем различные команды. Например, если мы на пустом месте щелкаем правой кнопкой мышки, мы получаем один список команд. От команды перемещения, вращения, масштабирования, выделения, заморозки и так далее и тому подобное. Если мы с вами выбираем объект, то получаем еще и возможность преобразования этого объекта в какой-то элемент. Если мы с вами зажимаем клавишу Shift, например, на клавиатуре, нажимаем правой кнопкой мышки, то мы с вами видим, что здесь есть команды работы уже с созданием каких-то элементов. с сеткой, с привязками, например. Если мы зажимаем клавишу Alt, то мы получаем другой набор команд. Вы видите, здесь команды заморозки, трансформации и так далее и тому подобное. Если мы зажмем комбинацию клавиш Ctrl, то мы получим четвертый вариант. Это создание, например, команды создания трехмерных объектов или команды создания плоских объектов. Но опять-таки с командами вращения, масштабирования, перемещения. Значит, все эти меню, четыре варианта, поэтому называются квадратичные, в зависимости от того, с какой кнопкой мы вызываем контекстное меню. Сальт, шифт, контур. Они полностью могут быть изменены под ваши нужды. Вот четыре этих элемента, четыре квадратика, которые мы можем отредактировать. Соответственно, вы здесь выбираете те команды, которые нужны, и устанавливаете их в это меню, или делаете обратное действие. Удаляете эти команды из соответствующего элемента квадратичного меню. Следующая вкладка называется «Главное меню», где мы с вами получаем возможность отредактировать пункты выпадающего меню сверху. Таким же образом мы с вами можем удалять то, что не нужно, и добавлять, наоборот, необходимые элементы в уже существующие. Ну, или создавать, в общем-то, новые группы меню. Опять-таки, наживая кнопку меню «New», зададим ему название, нажмем кнопочку «Окей». После создания пользовательского меню мы выбираем его здесь. Здесь устанавливаем какие-то необходимые нам команды в этом пользовательском меню. Возвращаемся к главному меню. Выбираем меню основное, называется «MainMenuBar». Здесь выбираем наше пользовательское меню и устанавливаем ее в нужном месте. Вот. Вот появилось новое меню с соответствующими командами, которые мы с вами вынесли в него. То есть, таким образом мы можем как панели пользовательские создавать, там, где это необходимо, с набором необходимых команд, так и создавать свои главные меню. И последняя вкладка цвета «Colors» позволяет полностью изменить цветовую схему, цветовую гамму нашего программного продукта. Ну, у нас есть по умолчанию два варианта отображения «Dark» и «Light» интерфейса программного продукта 3D Max. Допустим, мы хотим настроить цвет сетки, для чего находим вкладку «Grids», «Set by Color» и выбираем какой-то сторонный цвет вот такой. И нажимаем кнопочку «Применение цветовых настроек», «Apply Colors Now». Допустим, мы что-то связанное хотим с видовыми экранами. Ну, или давайте просто поменяем цвет вот текста в кнопочках. Для чего выберем «Button Text», выберем какой-то вот цвет и нажмем кнопочку «Apply Color». То есть, таким образом, вот цвет текста в кнопках именно был изменен. Если мы с вами, в общем-то, доредактировались до того, что цветовая гамма пришла в такой вариант, когда уже работать с этой цветовой гаммой просто невозможно, всегда можно воспользоваться кнопкой сброса параметров цветовой настройки интерфейса, нажав на кнопочку «Reset». И цвета будут установлены по умолчанию. Это основные настройки «Customize User Interface».